Всем привет, вы на канале Jet, и сегодня я хочу рассказать вам про новое обновление мода Тарниш персонажей, а именно про нового героя Тарништ Идена. Ну что ж, начнем. В отличие от других модовых персонажей, для его разблокировки нужно будет пройти один мини-квест. Сначала вам нужно будет победить босса первого этажа Альт Иденом до истечения на таймере игры одной минуты, как для разблокировки Фарготана. После чего вы услышите глючный голос матери. Вам нужно будет вернуться в стартовую комнату. Там появится глючный полароид. Возьмите его и донесите до двери, которая ведет к бесту. Когда вы придете на этот этаж, то все двери будут закрыты. Подойдите к двери с глючным полароидом и вас телепортируют в специальную комнату. Теперь коснитесь глюка посередине комнаты. Вот вы и открыли Тарништ Идена. Тарништ Иден начинает игру с тремя случайными сердцами, которые могут быть как и красными, так и синими, и случайными характеристиками каждый забег. Из предметов у него имеется с начала игры Д8 и особый карманный предмет дебаг. Его главная фишка это то, что каждую комнату его предметы и статы меняются на случайные и когда он получает урон. Когда обычный враг наносит вам урон, он превращается в нового врага. Гличетого гаппера, который будет превращать всех других врагов, до которых докоснется свою копию. Но что делать, если вы не хотите потерять какой-нибудь хороший предмет? Для этого улучшится дебаг с зарядом в 12 комнат, который при активации сохранит предмет, который вы только что подобрали, и не будет его реролить каждую комнату до конца забега. Также вы можете использовать его без предмета над головой, потратив 2 заряда, чтобы вызвать эффект реролла статов и предметов без получения урона. Право первородства Тарништ Идена дает его слезам специальный эффект, который с некоторым шансом может превратить врага в гличетого гаппера и делает всех гличетых гапперов очарованными. Перейдем к анлокам. Пассивный предмет — сегментационная ошибка. Дает вашим слезам шанс при попадании поменять монстра на другого врага или мгновенно убить. Если враг уже был заменен, то при повторном срабатывании эффекта он исчезнет. Пассивный предмет — принтер. Когда у вас есть карта и вы используете свой активный предмет, то карта запомнит, какой предмет вы использовали. И теперь все карты данного типа будут также использовать этот активный предмет. Для более понятного объяснения. Карта любовников при использовании головы Тами запомнила этот предмет. И теперь каждая карта любовников будет активировать эффект головы Тами. А карта отшельника запомнила эффект головы Крампуса и каждый раз будет использовать ее. Но на одну карту можно наложить сколько угодно эффектов активных предметов, даже одноразовых. Таких предметов, например, как «Мама Мега» или кнопка «Ар». Пассивный предмет — зип-бомбы. При взрыве бомба через некоторое время появится на том же месте и снова взорвется. Этот эффект повторится три раза. Также работает со всеми модификаторами бомб. Брелок «Бумажный самолетик». При входе в новую комнату есть 25% шанс у каждого врага превратиться в глинчатого гаппера. Является отсылкой на один из багов в Animal Crossing. Карта «Плюс один» при использовании уничтожает ваши последние подобранные два пассивных предмета и создает один, который будет по качеству выше на единицу самого качественного уничтоженного предмета. «Глючный автомат». Берет один ваш случайный расходник и выдает разные награды. Может с маленьким шансом уничтожиться и создать предмет категории «Глючный». Эссенция «Идена». При использовании делать все предметы на пьедестале глючными. Глючные предметы будут меняться на случайные предметы из того же пула и качества каждую новую комнату. На данный момент работает немного забаговно, но возможно после выхода этого ролика уже пофикшено. Не могу сказать точно, я пока что не умею смотреть в будущее. Спасибо за просмотр, надеюсь видео вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также оценить и другие мои видео. Как по мне, Тарништейден хоть и не получил каких-то супер крутых механик, как тот же Кайн, но это даже хорошо. Персонаж не ощущается перегруженным, за него достаточно весело играть, и анлоки у него прикольные. А вы что думаете? Напишите в комментариях, я их все читаю. И стараюсь отвечать на что могу. Еще раз спасибо за просмотр и до скорых встреч.